Библейский портал экзегет.ру представляет 23 глава книги пророка Иезекииля для библейского портала «Экзегет» читаю в своем переводе с небольшими комментариями. Но 22 это суд, который Господь производит над Иерусалимом, приговор, который он выносит, пророк его передает. А 23 это то же самое, но образно, языком притчи, причем неприличной притчи. Вот сами сейчас увидите. «Было мне слово Господне, сын человеческий. Были как-то две женщины, дочери одной матери. Они были блудницами в Египте, блудили там в молодости. Там их хватали за грудь, мяли им девственные соски. Старшую звали Ахола, а сестру ее Ахолива. Они были моими, рожали сыновей и дочерей, а что до имен, то Ахолы — это Самария, Ахолива — Иерусалим». Ничего себе изложение книги «Исход», да? В книге «Исход» мы видим единый народ. Здесь две сестры. В книге «Исход» мы видим, как тяжко страдает этот народ от угнетения, от египтян. А здесь мы видим, что эти две сестры — блудницы и, кажется, не сопротивляются. По крайней мере, мы нигде этого не видим, чтобы они там стонали, взывали к Богу. Какой-то совсем неправильный исход. Ну, во-первых, почему врозь? Ну, потому что к этому моменту давно уже Северное и Южное царства разделились, израильское и иудейское. И каким-то образом Эзекииль проецирует это на то, что было раньше. Ведь эти разные колена, племена, они, в общем-то, изначально не совсем были одинаковыми. То есть можно быть в одном государстве, можно делиться на разные. Ну, там история, например, России, Украина, Беларусь — то в одном, то в разных. И мы знаем, как это еще порождает кучу всяких проблем. Но понятно, что они более-менее одно и то же, но при этом не совсем. Вот то же самое Израиль и иудеи. И что же значит «блудили»? Ну, вообще, для Эзекииля, да и для других пророков, блуд — это способ описать идолопоклонство. И, соответственно, вот народ очень часто описывается как женщина, которая либо отдается идолам, либо выходит замуж за своего супруга, который есть Бог. При этом они были моими, рожали сыновей и дочерей. Ну, Самария, соответственно, это Северное царство, Иерусалим — Южное. Ахола, бросив меня, пустила сблудить, пылала страстью к любовникам своим ассирийским, к воинам, одетым в пурпур, к правителям и властителям, ко всяким миловидным юношам, ко всадникам на лошадях. Дарила она своей ласке самым видным из ассирийцев. Кому не воспылала страстью, идолам и всех их осквернилась. Не забывала она и о египетских своих похождениях, когда ложились с ней в ее юные годы, мяли ее девичьи соски и изливали на нее свою похоть. Прямо читать неловко такие вещи. Но, однако, Иезекииль об этом пишет. «Зато и отдал я ее в руки ее любовников, в руки ассирийцев, которым она плала страстью. Они открыли ее наготу, забрали ее сыновей и дочерей, а самой ее убили мечом, постигла ее кара, и проведали о том все женщины». Это, конечно, судьба Северного царства. Самария, его столица, она разрушена ассирийцами, но, оказывается, она разрушена ее собственными любовниками. То есть, Ассирия и с ассирийцами водила вот эти шашни, говоря простым языком, и с египтянами тоже, поскольку Египет — это та самая великая держава, с которой, в общем-то, иудеи, и израильтяне тесно связаны, всегда были, и после исхода тоже они не забывали. И вот это просто естественное такое следствие. То есть, всплывало страсть только ассирийцам. Ну, им она и принадлежит. Причем ассирийцы разрушили Самарию, а ее жители увели в плену, убили эту самую сестру, забрали у сыновей и дочерей. Видела это ее сестра Ахалиева, напомню, это Иерусалим, Южное царство. Но страсть ее была еще развращеннее, и блудила она больше, чем сестра. Она восплывала к страстью к ассирийцам, к правителям и властителям, к воинам в полном облачении, к обсадникам на лошадях, ко всем миловидным юношам. Увидел я, что и она осквернилась, что одна у них обеих дорожка. Но та блудила еще пуще. Увидела на стенах резные фигуры мужчины, халдейские рисунки киноварью. Они подпоясаны поясами, на головах у них пышные тюрбаны, все они словно полководцы. Изображают они Вавилонин, что родом из страны халдейской. Восплавала она страстью, едва их увидев, и отправила послов в Халдию. Халдея, ну, это то же самое, что Вавилония, просто другое название, как Московия и Россия. Примерно то же самое. Халдея – одно из племен, но, в общем, наверное, самое главное, самое известное из вавилонских племен. И здесь просто история о том, что случилось с Южным царством иудейским, уже после падения Северного, как раз на сцену выходит Вавилонская держава, и с ней продолжается все то же самое, вот это увлечение идолами, и более того, сознательное стремление присоединиться к этой державе, быть с ней рядышком. «Пришли к ней на ложе любви вавилонине, осквернили ее блудом, и сама она с ними осквернилась, а потом они ей опротивили». То есть решил все-таки порвать свои отношения с Вавилоном, что действительно было. «Когда открылся ее блуд, и нагота ее открылась, тогда и она мне опротивила, как прежде опротивила мне ее сестра. А она блудила все больше, вспоминая дни своей юности, когда была она блудницей в земле египетской. Она пылала страстью к своим любовникам, у которых все как у ослов, и на случке они как жеребцы». Опять, как-то мне неловко читать, но что я могу поделать, если он так пишет? Смотрите, вот обличая, Языкиль совершенно не щадит ни капли наш чуткий слух. Мы-то привыкли, что в Библии все должно быть очень возвышено. Ну, а он нарочно описывает так, чтобы было обидно и неприятно. Просто сказать там, «Они погрязли в язычестве». Ну и что? А вот прямо так, у которых все как у ослов, прямо вот аж противно, аж хочется скричать, да как же так можно? Вот, собственно, это ровно то чувство, которое у Языкиля вызывает весь этот процесс. «Возвратилась ты к порокам своей юности, когда египтяне мяли твои соски, а грудь у тебя была еще девичьей? Потому охалива, как говорит владыка Господь, я воздвигну против тебя твоих былых любовников, которые тебе опротивили, и соберу их на тебя со всех сторон, вавилонинах, халдеев, испекула, шуа и коа, ну, какие-то страны, о которых мы точно не знаем, в вавилонской империи. А с ними и всех ассирийцев, всех миловидных юношей, правителей и властителей, полководцев и воинов, и все из них скачут верхом. Выступят они против тебя во всеоружии, с коресницами и со множеством войск, с большими и малыми щитами и в шлемах. Ей же нравилось, что они все красиво одеты, что они такие мачо, да, мужчины в расцвете сил, с оружием, вот все у них при себе, и вот как-то очень здорово. Ну вот это все при себе, против нее и обратиться. Я дам им тебя на суд, и они по-своему судить тебя будут. Понятно, что вот это южное царство, эта сестра вторая, она отпала от вавилона, ну и тот ее покарает, конечно, за это. Пойдет на тебя моя ревность, яростно набросятся они на тебя, отсекут у тебя нос и уши, остальное мечом порубят, возьмут твоих сыновей и дочерей, что и останется то спалят огнем. Тоже вот, ну не хочется читать такое, ну прямо вот очень жестоко, но это просто описание того, что вавилонины делают со своими порабощенными, если те восстают против них. Снимут они с тебя одежду, заберут украшения, положу конец твоему распутству и блуду, что начался в Египте. Больше о таком мечтать не будешь, и о Египте уже не вспомнишь. Владыка Господь говорит, я предаю тебя в руки тех, кто тебе ненавистен, кто тебя опротивил, и ненавистники сурово с тобой обойдутся, возьмут все твое добро, оставят ногой голой, открыта будет твоя срамная нагота и распутство твое и блуд. Так поступят с тобой за то, что владела ты с народами, а сквернялась с их идолами. Ты пошла по стопам своей сестры, я дам тебе испить ту же чашу, что и ей. Так и говорит Владыка Господь, будешь пить ту же чашу, что и сестра ждут тебя на смешке, и позор глубока она. Но чаша очень часто образ как раз унижения, для нас скорее праздника, почета, величия. А здесь образ унижения, которое придется претерпеть. Одурманит тебя, опечалит чаша ужаса и опустошения, чаша сестры твоей Самарии. До дна ее осушишь и в дребезги разобьешь, будешь грудь свою царапать, я так сказал. Пророчество Владыки Господа. Вот что говорит Владыка Господь, позабыла ты меня и позабросила, так теперь терпи за свой разврат и блуд. Ну, здесь вряд ли нужно долго и подробно это комментировать. Сказал мне Владыка Господь, сын человеческий, не произвести ли тебе суд над Ахолой и Ахоливой, поведав им об их мерзостях? Ну, точно так же, как в предыдущей главе, Господь предлагает произвести суд, то есть, в общем-то, просто вынести приговор. Развратничали они, на руках у них кровь, с идолами своими распутничали, и детей, которых родили мне, вели идолам на съедение. Видимо, намек на детские жертвоприношения. И вот еще, что они сделали мне в то же самое время. Оскверняли мое святилище и нарушали мои субботы. Постоянно идет святилище, место, которое выделено Богу, пространственное. И суббота, время, которое должно быть выделено Богу, хронологическое. Но смысл один и тот же. Ведь тот самый день, когда они закалывали своих детей ради своих идолов, они приходили в мое святилище, оскверняя его. Вот что вытворяли прямо в моем доме. То есть, дело даже не в том, что они не почитали святилище, почитали, но почитали наряду с языческими. А еще посылали за людьми, что приходят издалека. Отправляли за ними послов, и те являлись. Для них ты совершала омовение, подводила глаза, надевала украшения. Ты садилась на роскошные ложи перед накрытым столом, а на нем подавала мое масло и мои благовония. То есть, вот это приглашение иноземцам, приглашение чужакам. Они приходят, и на этом перу они едят и пьют то, что предназначено для Бога. Вот, соответственно, жертвенное масло, благовоние подается им. Раздавался там гуман, праздные толпы, множество народа, да еще Сабеян народ издалека из Аравии, приводили из пустыни, и на руки им надевали браслеты, на голову возлагали венцы величия. «И сказал я старой развратнице, надо же, и по всю пору с ней блудят. Вот какая блудница! К ней приходили, как приходят к блудливой бабе, к Ахоле и Ахоливе, как к распутной бабе. Но будут их судить праведные мужи, как судят за разврат и за пролитие крови, потому что они развратны, и на руках у них кровь». Ну вот, такое длинное, тяжелое описание, так, чтобы действительно стало противно, а потом вывод так, чтобы стало страшно. «И сказал адека Господь, соберите против них собрания, передайте их ужасу и разорению. И собрание забьет их камнями, сыновей их зарубит мечами, и дочерей погубит, а дома их спалит огнем. Так я истреблю гнусности на этой земле, и прочим, женщина будет наука, чтобы гнусностей таких не творили. «Воздадут вам за ваши гнусности, за идолов ваших накажут, и будете знать, что я владыка Господь». Вот такая тяжелая и неприятная глава. Ну, она говорит о тяжелых и неприятных вещах. А как это все будет конкретно, вот об этом мы прочитаем уже в следующей 24 главе.